Туда ехали, за ними гонялись. Оттуда едут, за ними гонятся. Какая интересная у людей жизнь. Приветствую вас, дорогие друзья, и поздравить с этой потрясающей информацией, которая так быстро разлетается по всему миру. Информация просто великолепная. И сейчас у вас будет возможность прослушать вопросы тех, кто уже получил информацию за эти считанные дни, что информация находится на просторах русскоязычного интернета. И первый вопрос, который я буду рад ответить, у нас приходит сейчас. Кстати, если у вас есть вопросы и не получается технически задать вопрос здесь в хэнгауте, то вы можете вопрос или же адресовать тому, кто вам информацию эту отправил по компании, или же написать этот вопрос в скайпе лично мне, если у вас есть лично мой скайп. То есть, если скайпа нет, не страшно, отправьте тому, кто вас пригласил на эту встречу, и я уверен, что этот человек сможет задать ваш вопрос, и я буду рад на него ответить. Итак, вопросы вы можете писать, если вдруг не получается в хэнгауте, то в скайпе. Итак, первый вопрос, который сейчас мне приходит, сейчас я посмотрю на скайпе, если есть вопросы какие-то у нас. Пока я не вижу вопросов от тех, кто присутствует на встрече, но есть некоторые моменты, которые я хочу вам лично рассказать. То есть, это вопросы, которые попадались лично мне, наиболее, скажем так, популярные вопросы. Вопрос, который касается вывода денег в компании, вопрос, который касается, как оплатить вход в компанию и так далее. То есть, я думаю, что это один из самых более популярных вопросов, который может попасться также лично вам, работая с другими людьми. То есть, отвечаю на этот вопрос. Значит, в плане оплаты входа в компанию, какие варианты есть? Значит, компания на данном этапе, напоминаю, что это самое-самое-самое-самое-самое-самое начало. На данном этапе у нас есть следующие варианты. Значит, если вы находитесь на территории следующих стран, я перечисляю, или же у вас есть кто-то, который находится на территории этих стран, или же у вас есть кредитная карта, виза или мастер-карт, которая зарегистрирована на территории этих стран, да, сейчас я перечислю их, то вы можете сделать оплату визой или мастер-картам, да, то есть кредитной картой. Значит, какие страны? Ну, естественно, Америка, там где находится компания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Филиппины, Англия, Багамы, Мексика. Да, еще раз возвращаюсь. Америка, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Индия, Багамы, Мексика. Да, то есть эти 9 стран, которые вы можете увидеть в списке, да, когда вы зайдете на ссылку того, кто вас пригласил в компанию, эти 9 стран вы можете оплатить визой и мастер-картом. Да, то есть даже если вы не находитесь в этой стране, не страшно, если у вас есть кто-то там, да, или есть, допустим, кто-то из партнеров, вот как у нас было у одного из людей в компании, да, то есть вы можете сделать такой ход. Также возможно сделать оплату через гифт-карт, да, то есть это такие подарочные карты, скажем, если перевести гифт-карт на русский язык, получается подарочная карта, да. Что это такое? Это, например, вот я не знаю, как, где, да, но, например, вот в Америке, в Канаде человек может просто подойти на почту или же подойти в офис, допустим, в Эстер Юнион, да, там и другие вот такого типа конторы, там, где он может просто-напросто получить такую карту бесплатно абсолютно и на эту карту положить наличку, да, то есть этой картой также можно сделать оплату. Также есть следующие варианты. Если вы находитесь на территории, допустим, стран бывшего СНГ, и у вас абсолютно никого нет вне стран СНГ, такое тоже может быть, то есть следующие варианты. Значит, при регистрации, когда вы регистрируетесь в компанию, вы переходите на страничку E-Wallet, где вы регистрируетесь на E-Wallet. После регистрации на E-Wallet у вас появляются четыре варианта оплаты, да, которые вы можете выбрать. Первый вариант у нас идет, это если у вас уже открытый Wallet, да, вы можете оплату сделать со своего Wallet. Второй вариант, вы можете сделать оплату через банковский перевод, да, но это дольше времени будет, потому что там верификация и так далее. Третий вариант у нас идет, это Bitcoin, да, то есть если у вас Bitcoin нет, вы можете открыть кошелек Bitcoin и сделать, допустим, покупку на обменники, да, покупку Bitcoin на обменники и сделать перечисление вот этого биткоина через обменник на тот код, который вы получаете в E-Wallet, да, то есть E-Wallet генерирует специальный код лично для вас, на который вы можете отправить эту сумму, после чего ваш аккаунт будет проплочен и активирован. Значит, и также есть вариант еще, говорится, передать слово другу, скажем так, да, то есть что это значит? Это значит, что если у вас есть у кого-то из ваших знакомых есть E-Wallet, вы можете, например, ему занести наличку или перекинуть ему наличку каким-то образом, вот, и этот человек может со своего E-Wallet, то есть дать вам свой логин E-Wallet, и вы можете сделать как бы переадресацию, скажем так, на его E-Wallet, и он может сделать оплату со своего E-Wallet для вас, да, то есть вот четыре варианта, я еще раз возвращаюсь. Первый вариант, если у вас есть E-Wallet, вы можете оплатить с него. Второй вариант, если же у вас есть у друга E-Wallet, или у подруги, да, вы можете рассчитаться, и за вас заплатят они со своего E-Wallet. Банковский перевод, третий вариант, и четвертый вариант, биткоин, да, вот эти вот четыре варианта, которые вы можете учесть, когда вы делаете оплату вашего аккаунта в компании. Значит, если аккаунт не проплочен, вы не можете находиться в структуре, да. Очень важный момент, то есть если вы общаетесь с людьми, которые говорят, вот я сейчас место займу, а потом я сделаю оплату, потом, ну потом это субско-том, понятно, это понятно, да. Вот компания запрещает этого, более того, они пресекают это, да, то есть бесплатники здесь не находятся. Это серьезный бизнес, да, с заработками, о которых вы уже слышали, да, то есть таких заработков, я не думаю, что кто-то из вас слышал до сих пор, да, если можно за какие-то пару недель выйти на 100 тысяч долларов заработка, да, то есть за какие-то пять недель, то это действительно бизнес очень серьезный, и это понятно почему, да, потому что тема наиболее, скажем так, простая, чем это, просто не существует, скажем так, да, то есть тема вирусная, как говорится, да, инструменты все прилагаются для этого, чтобы, как говорится, вирусный маркетинг использовать, вот, и поэтому, и это, кстати, это тренд, да, то есть тренд это то, что нужно всем, да, это неважно, вы этим пользуетесь, не пользуетесь, это нужно всем, это факт, да, то есть поэтому тема очень денежная, да, тема очень выгодная, очень прибыльная, и у вас сейчас есть шанс, который второй раз просто не будет, да, быть в самом-самом-самом-самом начале у истоков этой потрясающей компании, которая открывает для нас просто-напросто этот огромный тренд, да, То есть делится с нами этим вкуснейшим пирогом, этим тортом. Это вот в плане, как оплатить аккаунт в компании. В плане, как вывести деньги с аккаунта. Поскольку компания работает изначально с проверенной платформой, которая называется E-Wallet, от компании IPAut, наверняка многие из вас слышали, то у нас есть, естественно, вывод на абсолютно все страны мира. Какие есть варианты в плане вывода денег? Значит, первый вариант у нас есть – вывести на свою кредитную карту. То есть Visa MasterCard, если у вас есть какая-то. То есть любая карта, где написано Visa MasterCard, вы можете на нее вывести с E-Wallet вашего. Второй вариант – это заказать карту в компании. То есть, точнее, не в компании, в E-Wallet, вашу именную карту. Это, если я не ошибаюсь, MasterCard. Третий вариант – вывести на ваш банковский счет. И четвертый вариант – вы можете заказать чек. То есть на данном этапе вот четыре варианта такие вот есть для вывода денег. Значит, компания выводит ваши заработанные деньги автоматически. Вам не надо ничего спрашивать, запрашивать и так далее, ждать у моря погоды. Все происходит в автоматическом режиме. Вот. Теперь в плане… Какой еще вопрос он попадался очень часто? Да, вопрос «Когда все началось?» Да, очень-очень частый вопрос, скажем так, очень популярный. Значит, компания два года основательно подготавливалась. Поэтому, возможно, что вы увидите какие-то видеоролики, может быть, да, или какую-то информацию о компании, там, полгода или, там, три месяца назад, там, и так далее. Это нормально. Да, то есть, почему? Потому что компания два года основательно подготавливалась. Вот. Официально компания запустила маркетинг 1 июня этого года. То есть, шесть или семь недель назад, да, получается. Вот. То есть, информация абсолютно свежая. Значит, в плане русскоязычного рынка мы работаем на русскоязычном рынке, ну, примерно где-то дней семь-восемь, да, если я не ошибаюсь. Приблизительно, плюс-минус. Вот. То есть, самое-самое начало. Вот. Следующий вопрос, который мне часто попадается. Что у меня еще чаще всего так спрашивали, то, что я помню. А, откуда столько денег? Откуда столько денег? Очень-очень частый вопрос, кстати, да. То есть, люди смотрят на этот маркетинг, не могут поверить своим глазам, да, что здесь они, наконец-то, могут очень быстро улучшить свою жизнь. Ну, при действиях, естественно, да. То есть, само на себя с неба ничего не упадет. Вот. Здесь это просто, здесь это быстро. Да, это абсолютно так. Откуда берутся деньги? Да, то есть, вопрос, который вы наверняка можете повстречать так же. Потому что маркетинг очень мощный, да. То есть, многие лидеры, многие ветераны индустрии говорят, мы такого никогда не видели, да. То есть, я такого все мечтаю. Если это действительно так, то это клондайк, да. Дорогие друзья, могу вас поздравить, это так. Да, то есть, да, это клондайк. Значит, откуда столько денег? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что за тема. Да, то есть, что такое вообще тренд, кстати? Тренд – это то, что людям нужно, да. Это то, что имеет огромный спрос на международном рынке. Это тренд. Да, то есть, нам безумно повезло, потому что этот тренд сегодня считается один из самых быстро растущих мировых трендов. Да, то есть, что это значит, что здесь очень много денег. Очень много денег. Да. То есть, маркетинг этот сверхденежный и сверхпростой. Почему он сверхпростой? Потому что тема вирусная, да. То есть, она очень быстро разлетается. Как сказал хозяин компании, когда я с ним общался впервые, первый раз, да, он сказал, что мы не могли делать сложный маркетинг, потому что тема простая, да, тема вирусная. Если мы сделаем маркетинг сложный, непонятный, то она будет, то это будет тормозить саму возможность эту, да, возможность заработка. Поэтому маркетинг очень простой. Вот. Откуда столько денег? Давайте вернемся к этому. Значит, дорогие друзья, могу вас порадовать, поскольку на вопрос, когда я спросил хозяина компании, действительно, то есть, все ли хорошо подсчитано здесь, да, он мне ответил очень просто. Борис, я очень большие деньги плачу тем людям, да, которые подсчитывали маркетинги ведущим компаниям сетевого маркетинга, которые существуют давно. Они очень дорого стоят, эти люди. Да, то есть, наверняка же они сделали работу свою, как они делают сюда, да, то есть, иначе они не будут столько стоить, да, то есть, никто не будет платить такие деньги бешеные за них, если они не делают свои работы. Поэтому все подсчитано, за это не волнуйтесь, дорогие друзья, да, то есть, маркетинг действительно просто сказка, просто клондайк. Вот, очень простой. Значит, следующий вопрос, который вы можете подвстречать, это планы компании, да, то есть, планы компании, миссия компании, да, тоже часто встречается. Миссия компании очень простая, дорогие друзья. Миссия компании, да, то есть, открыть двери людям простым, как мы с вами, в этот тренд, да, то есть, обычным людям открыть двери в этот тренд, потому что с этого тренда люди, некоторые, которые в этом тренде работают, да, зарабатывают миллионы, а кто-то миллиарды, а кто-то десятки миллиардов долларов, да. Поэтому пришло время, чтобы этот тренд был доступен и нам с вами, дорогие друзья. А почему нет? За что платят нам деньги? Все очень просто. Что такое маркетинг? Только потому, что мы делимся с вами этой информацией с другими людьми, да, то есть, и только поэтому компания делится с нам этим вкуснейшим пирогом, да. Заметьте, при этом вам не нужно никого убеждать, спорить, ругаться, это не нужно делать абсолютно. Человек, который имеет голову на плечах, он говорит, да, тема действительно очень популярная, да, то есть, просто вокруг, посмотрите вокруг вас, да, и вы увидите, что очень многие люди, которых вы видите вокруг вас, если не все, почти что, да, и может и все, да, именно этими занимаются в свое свободное время, да, то есть, находясь со своим мобильным телефоном, да, поэтому тема очень, очень денежная. Вот, то есть, мы просто-напросто, что делаем, как говорится, из уст в уста, да, эту информацию распространяем, да, то есть, то есть, делаем маркетинг. За это нам компания платит очень-очень серьезные заработки, серьезные бонусы. Кстати, насчет того, что вот меня спрашивают, Борис, действительно каждый день платят пассивный доход ежедневно? Да, действительно. По часам, да, как по часам по швейцарским, в то же самое время происходит начисление, 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 начисление. Я понимаю, что многие об этом мечтали всю жизнь, и трудно в это поверить, но, дорогие друзья, это время пришло, и мне очень приятно быть тем, кто впервые на русскоязычном рынке эту тему преподносит, скажем так, да, и это просто честь для меня. Кстати, работать с таким потрясающим руководством компаний, как в нашей компании, хозяин компании просто великолепнейший, да, то есть, вот, с тех раз пяти-шести, что я с ним общался, ну, просто приятно общаться с таким человеком. Вот, что еще у вас может повстречаться в плане вопросов, то, что часто мне попадается? Что же еще такое вот популярное было? Какой продукт? Да, вот тоже люди спрашивают. Борис, какой продукт? Ну, дорогие друзья, продукт очень простой. Да? То есть, давайте я вам задам немножко по-другому вопрос. Вам для того, чтобы сегодня на Фейсбуке, например, допустим, вы знаете Candy Crush, да? То есть, Candy Crush это, если я не ошибаюсь, или 70 или 80 миллионов человек в день играют в эту игру. 70-80 миллионов в день. Да, то есть, компания, которая началась с ничего, сегодня оценится более 6 миллиардов долларов. Да, то есть, представьте. Значит, например, если вы играете в Candy Crush, да, то вам нужны такие вот токены, да, для того, чтобы играть в эту игру. И вы получаете такое вот, как вознаграждение токены вот такие вот, да. Вот, здесь мы эти токены приобретаем, да, для того, чтобы также иметь доступ к продукции и компании. Вот, но заметьте, если вы просто клиент, да, то вы можете просто, имея доступ к продукции и компании, получать вознаграждение больше токенов, да. И за эти вознаграждения вы можете приобретать то, что вам интересно. Да, у нас есть, как бы, такой интернет-магазин, вот, на который вы можете зайти и приобрести то, что вам интересно. Да, то есть, это может быть, там, я не знаю, лэптоп, или, там, айфон, или камера, или, там, телевизор, там, или еще что-либо, неважно, да. То есть, все, что вам интересно, вы можете найти здесь. Вот. Также те, кто амбассадоры компании, у нас просто гораздо больше токенов, чем у клиента, поэтому мы можем даже особо не используя, в принципе, и продукцию компании, да, просто зайти и выбрать подарок себе, который мы хотим, в принципе, да, то есть, потому что токены как бы накапливаются, никуда не исчезают, не убегают. Вот. Поэтому, вот, в принципе, вот такой вот ответ, да. Значит, еще раз говорю, это тренд, да, то есть, тренд это то, что нужно всем. Вот. Возможно, что вы так же, как и я, особо этим продуктом раньше никогда не пользовались. Да, это нормально, не страшно. Но самое интересное не это. Самое интересное то, что все пользуются этим. Вот. Теперь, что же еще у меня такое попадается популярно, перед тем, как я перехожу к вопросам тех, кто находится сейчас на встрече. Что еще? А, легальность компании, да, то есть, легальность компании. Ну, дорогие друзья, те, кто меня знают, да, я никогда в жизни не пойду работать в компанию, в которой я ее, в которой я компанию просто не прослоняю по всем своим падежам, так называемым, да, то есть, по своим критериям, да. Да, критерии отбора у меня наиболее, скажем так, сверх жесткие, да, то есть, у меня мало каких компаний проходят эти критерии. Вот. Но если компания прошла эти критерии, да, то я вот тогда смотрю уже на компанию более, скажем так, детально просматриваю. Вот. Поэтому компании, естественно, легальны, иначе меня здесь никогда бы не было. Вот. Что еще такое вот более популярное, наиболее популярное? Да, видение компании. Значит, компания, дорогие друзья, вышла на рынок с одной простой целью. Во-первых, дать людям зарабатывать с этого тренда, и, во-вторых, стать компанией, которая заработает миллиард долларов очень быстро, да. Я не буду давать сроки никакие, пока мне не дали добро говорить про эти цифры, да. Но очень быстро компания рассчитывает выйти на один миллиард долларов товарооборота, не миллион, миллиард, да, то есть, биллион долларов. Да, то есть, это потрясающе. Это очень мотивирует, это очень, как говорится, подстегивает, да, и так далее. Вот. Теперь, как происходит вывод денег, да, то есть, не вывод, а, как бы, начисление. Значит, очень важный момент, дорогие друзья. Если вы зарегистрировались уже в компанию и еще не открывали валет, срочно, срочно, срочно делайте это. Почему? Потому что завтра происходит начисление по пятнице. Если вы открыли валет, то все супер. Почему? Потому что каждую пятницу происходит начисление, перевод денег автоматически. Заметьте, вам не надо запрашивать, как другие компании, ждать две недели, там и так далее, неделю. Автоматически компания выводит вам деньги. Каждую пятницу мы получаем какие бонусы? Мы получаем бонусы ежедневные. Да, то есть, ежедневно мы получаем этот бонус, он начисляется. На вывод этот бонус выходит к нам в валет автоматически по пятницам. Так? Теперь, в плане бонусов за статус, в плане бонусов, билдер бонусов, да, мы получаем эти бонусы таким образом. Значит, эти бонусы суммируются по протяжению календарного месяца. Когда месяц закончился календарный, они подсчитываются, да, то есть, общая сумма. И автоматически, заметьте, автоматически выводится на ваш валет, который вы открыли в компании, 15-го числа. Да? 15-го числа по окончанию календарного месяца. То есть, если вы, допустим, вышли на статус Софира, да, или там Эмиральда, к примеру, то все вот эти цифры, которые вы видите, да, они суммируются и ставятся, то есть, не ставятся, а выводятся к вам автоматически на e-wallet. Теперь, важный момент учесть стоит. Значит, поскольку компания столкнулась с ситуацией, очень неприятной для компании, да, очень приятной для кого-то, который это сделал, пакость такую, но очень неприятной для компании, они ввели небольшое сейчас вот дополнение, скажем так, для этих бонусов. Значит, например, если вы вышли, скажем, на статус, допустим, статус, сейчас вам скажу, какой, одну секундочку, открою скрин, просто чтобы была круглая сумма. Вот, допустим, красивый статус Софир 3, да, то есть, это бонус 10 тысяч долларов дополнительно ко всем бонусам, да, то есть, я не говорю про то, что вы каждый день получаете и так далее, и тому подобное. 10 тысяч бонусов за статус Софир 3, к примеру, да. Значит, как этот бонус выводится вам? Значит, 3333 доллара начисляется в момент, как только вы вышли на статус автоматически, да, то есть, вы зафиксировали Софир 3, да, то есть, товароборот у вас есть, нужный для этого статуса, три регистрации есть, квалификация, да, то есть, все сделано. 3333 доллара с этих 10 тысяч начисляется вам в момент квалификации. Так, через полторы недели, как мне сказали, да, в компании, то есть, я сам пока еще в компании, так же, как вы, на пару дней больше вас. Вот, поэтому через полторы недели, после того, что первая часть пришла к вам, первая треть, приходит вторая треть, то есть, еще 3333. И третья треть приходит через полторы недели после второй трети. Да, почему такое делается? Потому что была очень неприятная для компании ситуация в компании, да. То есть, кто-то воспользовался этим, да, получил быстренько деньги и начал делать, как говорится, ноги, да, то есть, поэтому для того, чтобы таких ситуаций больше не было, компания ввела вот такую небольшую поправочку, да, и это, кстати, правильно, это правильно, потому что компания пришла надолго, нам нужно, в первую очередь, лично нам нужно эту компанию оберегать, да, чтобы не было вот таких вот, скажем так, воров, да, которые пришли, обворовали компанию и убежали. Вот. Теперь, что еще такое вот сверхпопулярное? Вывод я сказал, вот я сказал, продукт сказал, маркетинг, да, маркетинг, дорогие друзья, очень важный момент. Значит, маркетинг в компании просто, ну, я таких не видел, честно скажу, то есть, он безлимитный по всем понятиям, да, то есть, пока что, скажем так, то есть, абсолютно по всем понятиям пока что, подчеркиваю. Значит, в каком плане? Значит, кроме того, что он идет у нас, как бы, три ветки, да, то есть, тренар, скажем так, безлимитный, то есть, это может быть и пятое поколение, десятое, тридцатое, тысячное, миллионное, сколько хотите, да, то есть, нет никакого ограничения. То есть, неважно, где у вас находится человек, вам выгодно помогать ему, и всем выгодно помогать. Вот, это раз. Во-вторых, в плане аккаунтов, да, то есть, сколько аккаунтов на данном этапе вы можете иметь, да, чтобы потом не говорили, что я об этом не говорил. На данном этапе компания ничего не говорила еще, да, что, типа, только там один аккаунт на человека или только один аккаунт на семью, там, или я не знаю, как там на, на, как говорится, на дом один аккаунт, да, и так далее, или на квартиру один аккаунт. Пока этого ничего не говорили. То есть, пока что у вас есть шанс, если вы потянете, да, то есть, смотрите, вам не надо набирать аккаунты просто так. Если вы чувствуете, что вы сможете, допустим, поработать не только на один аккаунт, но и на два, и на три, и на десять, да, как вот некоторые, которые спрашивают себе вопросы, то пока что вы это можете сделать технически. Скоро этой опции не будет, да. Почему? Ну, потому что любая компания, да, сначала дает больше, скажем так, скажем, свободы, да, своим партнерам, потом потихонечку, чуть-чуть, как говорится, подправляет все эти моменты, чтобы было все корректно, да, поскольку это все равно, что вот представьте, поезд едет, да, сначала там на этой остановке два человека зашло, на это пять, на это десять, на это двадцать, да, и так далее. Но когда поезд полный, да, то нужно очень аккуратно, да, то есть, то же самое, такую же аналогию я вижу здесь, да, то есть, пока что, если вы чувствуете, потянете там и два аккаунта, и три там взять на жену, там, на мужа, там, я не знаю, на кого-то, то есть, на друга, вот пока что это возможно технически, да, позже этого не будет, да, то есть, вот важный момент, который часто задается мне. Что еще? Ну, в принципе, вот самые такие популярные вопросы, которые мне встречались, это вот я озвучил. Сейчас я посмотрю на скайпе, если есть какие-то у нас вопросы, вопросы, да, вопросы, я вижу, у нас здесь есть. Итак, первый вопрос у нас от... Одну секундочку. Так, вот первый вопрос, который, вижу, задает... Секунду, это не то. Это вопрос по регистрации, который сейчас спрашивает человек. Сейчас, одну секундочку, я посмотрю. Чуть-чуть выше. Да, насчет вывода, вот спрашивает Андрей. Андрей, насчет вывода, вы, видно, они сначала подключились. Вывод денег делается через систему E-Wallet, IP-аутовскую, да, E-Wallet, которую можно прикрепить к вашей карте, да, если у вас Visa или MasterCard, или же вы можете вывести на банковский счет, или же можете заказать карту V-Wallet, вашу именную карту, да, MasterCard, если я не ошибаюсь, который работает на весь мир, да, и также вы можете запросить чек V-Wallet. Вот четыре варианта для вывода на данном этапе. Вот, еще, если вопросы какие-то есть, пожалуйста, спрашивайте, дорогие друзья. Сейчас время для вопросов и получения ответов на них. Так, вот Татьяна говорит, большая просьба, сделайте запись. Да, Татьяна, запись делается. Да, то есть я поэтому провожу именно в хэнгауте, чтобы оно сразу же записывалось. Еще вопросы, если какие-то есть, пожалуйста, спрашивайте. Так, вот я вижу, здесь у нас есть множество вопросов. Так, где на хэнгауте записать вопросы? Я зашла на свой канал YouTube, не хожу в чатах. Да, значит, вопросы можно задать в Skype. Я чисто технически случайно не активировал опцию вопросов и ответов здесь, поскольку это новая комната. Так, следующий вопрос. Там две ссылки, не дали, где комната. Так, там, как люди, вопросы дадут опять 25. Так, понятно. Так, 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 так. Да, то есть вопросы можете задавать в Skype. Да, если не получается в хэнгауте, в хэнгауте не получается, потому что я случайно не активировал здесь эту опцию. В следующий раз, когда буду проводить брифинг такой вопрос и ответы, я обязательно проверю, что было открыто. Да, то есть обычно у меня в той опции, вначале мне технически забыл посмотреть. Так, если вопросы есть, задавайте, дорогие друзья. Если вопросов нет, то есть у нас 3 минуты остается, в принципе, на вопросы-ответы, если есть вопросы. Если вопросов нет, то буду закругляться, потому что время – это все, дорогие друзья. Это не только деньги, это гораздо больше. Итак, я думаю, основные вопросы, в принципе, я озвучил. Так, еще, по-моему, был здесь у меня вопрос один, попадался такой вот, очень важный. Сейчас я посмотрю, если я его найду. Так, 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 так. Да, запись будет, будет запись. Я говорил об этом. Так. Да, вот я нашел вопрос. Есть видеоинструкция по регистрации в хорошем качестве, спрашивает Илья. Значит, Илья, пока что я не делал лично никакого видео по регистрации, потому что чисто по времени, да, то есть, естественно, у нас будет. А, да, я вижу, вот пишут здесь, что уже есть видео такое. Да, то есть, наверняка, видео такое появится в самые ближайшие дни, может, часы, да, то есть, кто-то меня, может, даже обгонит в этом плане. То есть, кто-то, кто поможет записать видео, да, такое по регистрации, будет супер, потому что чисто по времени, вы сами понимаете, когда такая тема, то времени остается немного. Так. Не пойму, куда люди регистрируются из приложения, которое я через смартфон отправляю. Спрашивает также Илья. Значит, Илья, люди, когда регистрируются на приложении самом, да, то есть, когда они скачали приложение с вашей ссылки реферальной, то они регистрируются в компании для того, чтобы иметь доступ к приложению, да, то есть, они в компании зарегистрированы, если они зарегистрировались. Если они не зарегистрированы, то они просто регистрируются как бесплатный клиент, да, до тех пор, пока они не делают апгрейд как платный клиент, да, то есть, у нас есть такое понятие, как бесплатный клиент. Бесплатный клиент, сейчас скажу, что он получает, он получает доступ к нашим продуктам, но он не может выигрывать настоящие физические призы. То есть компьютер, лэптоп, айфон, камеру, соковыжималку и так далее. То есть он может просто играть для удовольствия. Если человек хочет получать настоящие призы, допустим, он выиграл какое-то вознаграждение, он может на это вознаграждение, то, что он выиграл, заказать приз, который хочет. Вот. И для этого ему, естественно, нужны вот эти вот токены, о которых я говорил. То есть вот для таких вот людей, которые хотят получить приз настоящий, физический, им нужно иметь токены, и для этого у нас есть позиция как премиум клиент. Это стоит 10 долларов в месяц, да, и вы получаете на эту сумму 50 токенов. Вот на этом этапе вы уже можете получать настоящие призы, если вы выиграете достаточную сумму, которая вам нужна для определенного продукта, который вы хотите заказать. Также у нас есть позиция амбассадора, да, вы получаете не 50 токенов, а 500 токенов. То есть на позиции амбассадора вы можете просто даже, даже, скажем так, не используя продукт, вы можете просто зайти в магазин и купить то, что вы хотите. Да, из физических продуктов. Вот. Теперь, куда регистрируется, да, то есть регистрируется на площадку для, площадку там, где находится продукция компании, скажем так. Да, то есть я надеюсь, отвечает на ваш вопрос, это Илья. Также еще я видел вопрос, здесь был. Перечень продуктов, которые уже доступны, вы можете увидеть прямо на вашей ссылке реферальной, да, или ссылке того, кто вас пригласил в компанию. Так, также вот вопрос вижу, какие основания полагать, что компания не является пирамидой, да, просто финансовой игрой. Отличный вопрос, кстати. Спасибо, Илья. Значит, что такое финансовая пирамида по законам ДСА, да, организация прямых продаж? Финансовая пирамида – это то, где не предоставляется никакой абсолютно ценности за ту сумму, которую человек платит. Да, давайте рассмотрим наш продукт. Люди сегодня пользуются нашим продуктом, да, то есть этим продуктом? Пользуются, да, то есть что такое тренд? Напоминаю, тренд – это то, что всех интересует, да, иначе бы это трендом не было. То есть продукт имеет спрос, то есть имеет ценность, да, то есть компания, имеющая продукт, который имеет ценность, да, который нужен людям, не может являться финансовой пирамидой. Да, то есть надеюсь, это отвечает на ваш вопрос, Илья. Какие компании могут быть финансовой пирамидой, да, вот как пример? Компании там, где вы не получаете абсолютно ничего, да, то есть компании, которые говорят просто вам тупо, да, то есть вкладываете деньги, да, и вы будете миллионером. Вот это финансовая пирамида. То есть вы знаете такие компании, не буду вам перечислять. То есть компания, в которой вы не получаете ничего ценного, как продукт ценного, не просто там, что вы будете зарабатывать, это сказки могут быть чаще всего, а именно ценного как продукт, что вы можете взять, это использовать сейчас и быть довольным тем, что вы приобрели, то есть ценность получить. То есть вот это компания, которая является легальной по законам этой индустрии. Надеюсь, это отвечает на ваш вопрос. Так, еще вопросы, если какие-то есть, дорогие друзья, пожалуйста, спрашивайте, потому что мы уже по времени немножко выходим чуть-чуть. Так, пишите вопросы, Борис, он просматривает сейчас, когда будет ролик по кабинету. Когда будет ролик по кабинету, Татьяна спрашивает. Татьяна, ролик по кабинету будет при первой возможности. То есть, пожалуйста, поймите, у меня чуть больше работы, чем у вас, чуть-чуть. Поэтому при первой возможности обязательно запишу такой ролик. И другие ролики с презентации. Да, и другие ролики с презентации также, Татьяна. При первой такой возможности. Это у меня написано в приоритетах, да, то есть на списке того, что нужно сделать, в самом верху. Да, то есть при первой возможности это будет сделано. Дмитрий спрашивает про русский язык еще сейчас люди. Значит, насчет русского языка. Да, немножко предисловия. Когда я в компанию пришел, да, то есть, скажем, чуть-чуть раньше, чем я пришел в компанию, когда я впервые общался с хозяином компании для того, чтобы убедиться, что это то самое, что мне нужно, да, я задал этот вопрос, один из первых. Когда будут языки? Почему я задал такой вопрос? Потому что, ну, во-первых, для вас, да, потому что у вас есть этот язык, и у меня он есть. И потому что у меня семь языков, да, то есть меня интересуют языки, да. Желательно не меньше семи, которые у меня есть. А желательно даже больше семи. Вот. Поэтому вопрос этот был сверхважный для меня. Значит, на что я получил следующий ответ. Значит, на данном этапе все на английском языке. Почему? Потому что компания англоязычная. Нормально, да. Вот. До 1 сентября мне сказали, Борис, у тебя же английский язык есть? Есть. Ну вот. Девять стран там есть в списке? Есть. Вот работаю на английском языке. На что я ответил сразу же, я понял, но меня это не устраивает. Почему? Потому что мой родной язык – это русский язык. Да, поэтому мои близкие мне друзья, мои люди близкие мне, да, должны быть в самом начале. Да, то есть все остальное должно у них происходить. Да, то есть они должны быть довольны тем, что у них есть возможность быть в самом начале, а не потом, после всех. Поэтому русскоязычные – в начале. На что я получил ответ? Ну, смотри, под твою, как говорится, уже, на твое усмотрение, скажем так. Да? Поэтому, дорогие друзья, я хочу вас поздравить, потому что у вас действительно возможность, которой второй раз не будет. Вы в самом начале. Да? В самом начале. Не смотрите на те пару тысяч людей, которые англоязычные, которые находятся в компании. Я говорю про начало международного рынка. Да? То есть пока что это единицы людей на международном рынке. И не на русскоязычном. То есть на русскоязычном рынке вы первые, дорогие друзья. Поэтому второй раз такой возможности у вас не будет. Поэтому действуйте сейчас. То есть до 1 сентября компания сказала, что появятся у нас языки. Да? То есть какого даты точно, да? То есть это может быть 1 сентября, может быть 28 августа, да? То есть может быть 5 сентября, да? То есть плюс-минус. Да? То есть пока даты конкретно нет, но в сентябре у нас будут языки. Не только русские, вообще языки. И более того, не только сайты бэк-офис, а будут также и аппликации переведены на языки. Поэтому компания сейчас работает в режиме экстра-максимум. Вот. Следующий вопрос, который я вижу, Елена задает. Мало товаров в магазине. Да. Пока что товаров в магазине немного. Почему? Потому что я напоминаю, мы в самом-самом-самом начале. То есть товары добавляются. Я помню, когда я впервые посмотрел на магазин, там было вообще 4, по-моему, или 5 товаров. Сейчас их гораздо больше, там уже категорий даже есть и так далее. Но самое интересное то, что там есть то, что нам интересно. То есть то, что, в принципе, каждому интересно. То есть что нас интересует всех? Электроника, какие-то салковые выжималки, какие-то микроволновки, как она называется. Там, где барбекю делают, вот эти специальные машины. То есть там есть то, что интересует людей. То есть компания не поставит то, что никому не нужно. То есть напоминаю, ценность. То есть компания понимает прекрасно, что это за индустрия. Если не давать никакой ценности для рынка, то такая компания считается нелегальной. Поэтому то, что у нас здесь есть, это имеет ценность. Это очень приятно. Так. Как вернуть деньги, если партнер передумал? Очень просто. Пишет саппорт, ему деньги сразу возвращает, и все, будь здоров, удачи в сеглах. То есть здесь никто ни за кого не держится. Здесь будут сотни тысяч людей и миллионы людей. Поэтому если кто-то что-то не понял, кто-то кому-то какую-то гадость наговорил и так далее, да, то никто никого не держит. Вот даже более того скажу. В нашей команде есть правило. Если вы приглашаете человека, и у этого человека, да, нет никого из знакомых, которому деньги нужны, да, в нашей команде, наши лидеры, таких людей просто не приглашают. Они не подходят по квалификации в нашу команду. Да. Особенно те, которые бесплатники, те, которые ищут халяву, так называемую, и так далее. Да, то есть это не здесь, это в пирамидах, там, пожалуйста, там есть места для этого, да, то есть для тех, кто ищет халяву, так называемую, если они там найдут. Да, то есть обычно там они все потеряют, как вы знаете. Вот. Следующий вопрос, который я вижу, это... Сейчас, секундочку. Так, 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 так. Сейчас я смотрю, где здесь у нас вопрос был. Нет, это не вопрос. Да, теперь, дорогие друзья, в плане корректности работы, да, то есть мы сейчас уже сталкиваемся с этой темой. Пожалуйста, работайте корректно, работайте профессионально, да, то есть сейчас, в принципе, в компании находятся в основном люди, профессионалы, скажем так, да, то есть ветераны индустрии многие и так далее. То есть, пожалуйста, сохраняйте корректность, да, чтобы не было такого, что кто-то там скажет, что вот я с человеком общался, вот, да, у меня здесь целая переписка там неделю, да, а здесь кто-то подбежал, типа, и отобрал, да, то есть чтобы такого не было, пожалуйста, работайте, пожалуйста, корректно. Обратно же напоминаю, никто вас не будет заставлять работать с тем, с кем вы не хотите работать, скажем так, да, то есть это бизнес, да, то есть никто вас, это не, скажем так, не школа, где вас учитель заставит сидеть за этой партой, да, там, и не детсад. Да, вот, поэтому человек выбирает, с кем он хочет работать сам, но тот, кому обращается, тот, кто говорит, да, я уже слышал, но я буду работать с тобой, да, он, этот человек, должен сказать в свою очередь, подожди, 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 дорогой, от кого ты слышал, что ты слышал, да, и направить его к тому, от кого он слышал, да, очень важный момент, очень важный, потому что чем дальше мы будем продвигаться, тем больше будет таких вот ситуаций, вот, то есть я не советую, чтобы компания получила на вас, допустим, письмо, что вы там кого-то обидели, да, то есть человек там неделю проработал с кем-то, да, а вы просто прибежали, типа, и отобрали, там, и убежали, да, то есть, пожалуйста, работайте профессионально, напоминаю, что в этой компании будет очень много людей, очень много людей, да, толпы людей, поэтому на всех всего хватит. Напоминаю еще один момент, квалификации настолько простые, да, что вы своих три человека, своих пять, своих десять человек найдете абсолютно без проблем, спокойно, поэтому, пожалуйста, да, то есть соблюдайте корректность, профессионализм и уважение, да, то есть очень важный момент. Следующий вопрос, который мне попадался, так, это, то, сейчас смотрю здесь, про русский язык я ответил, да, отлично. Ну, вот, в принципе, вот те вопросы, которые я видел на скайпе, да, то, что мне попадалось чаще всего, я их озвучил, надеюсь, что у вас всех сейчас картинка немножко становится более ясная, да, кстати, насчет скринов там и так далее, предупреждаю вас, дорогие друзья, да, то есть для тех, кто не знает, любая легальная компания, по крайней мере, со штатов, да, любая легальная компания на какой-то стадии запрещает делать скрины там и так далее. Почему? Потому что таким образом, любого человека, который получает какой-то скрин, такой можно просто, скажем так, как сказать, поместить в иллюзию, да, то есть я напоминаю, что все зависит от ваших действий. Да, кто-то заработал за 5 недель 100 тысяч, да, кто-то может заработать и больше, не без того, кто-то может заработать и за 2 недели, столько же, я не знаю, то есть все зависит от действий, все в ваших руках абсолютно. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны в плане того, что вы делаете, да, вот, потому что компания в этом плане довольно-таки, скажем, ну, любая компания, которая хочет, скажем так, сохранить марку свою, да, свое лицо сохранить, она за этим следит, чтобы был порядок, да, поэтому, когда вы делаете что-то такое, думайте, что вы делаете, да, то есть не без того, вы можете там своим друзьям показать, например, что, там, допустим, вы там за неделю заработали, там, тысячу долларов или, там, 500 долларов, там, ну, друзьям своим, да, но не так, чтобы информация гуляла по интернету, потому что если компания найдет человека, который такую информацию разбрасывает по интернету, да, что он уже, там, миллионер и так далее, и то подобное, то такого человека компания просто терминирует. Просто терминирует. По крайней мере, предупредит один раз, что больше такого не было. Если он обратно продолжает, просто терминирует безоговорочно. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны в этом плане. То есть я понимаю, что у всех есть друзья, знакомые и так далее, которые пришли к вам домой, допустим, вы хотите просто показать картинку того, что вы видели для себя и чего вы достигли. Если вы это делаете, скажем так, в обстановке друзей, то не страшно. Вам виднее, как лучше. Но если вы информацию разбрасываете по интернету, что я уже миллионер, я уже столько заработал, будьте аккуратны. Потому что если компания найдет информацию, то будет плохо для этого человека. Следующий вопрос я вижу, задает Астрида. Добрый вечер. Не понял, почему надо было бонус разделить на три части. Астрида, почему? Очень просто. Значит, в компании была ситуация очень неприятная в прошлом месяце. После чего они должны были срочно делать какие-то выводы. То есть кто-то в компании, как я слышал, обратно же информация по наслышке. Я так понимаю. Завел, видно, много людей. Получил жирные бонусы. Все получил, все как полагается. А потом все эти люди раз, и все, и поисчезали. И компания раз, и потеряла много денег. Для того, чтобы таких ситуаций больше не было, компания этот бонус делит на три части. То есть я говорю про жирные бонусы. Я не говорю про ежедневный пассивный доход. То есть этот бонус начисляется каждый день, как часы, и выводится каждую пятницу, как часы. Здесь вопросов нет. Но вот эти жирные бонусы, 5 тысяч, 10 тысяч, тысяча, к примеру, они выводят, не то что выводят, а начисляют в кабинете тремя частями. И это правильно, абсолютно правильно. Иначе компания просто разорится быстро. Посмотрите, сколько они денег в маркетинге платят. Надеюсь, это отвечает на ваш вопрос, Астридом. Следующий вопрос, который задаете, это... Он же статус заслужил? Да, заслужил, конечно же. Почему украл? Почему украл? Потому что есть ли люди? Ну, я пример даю вам. Оплатили кредитными картами, и сделали чарджбэк, то есть возврат денег запросили в карте, и получили возвраты денег, то компания заплатила деньги с нуля. Понимаете, о чем я говорю? С нуля. То есть компания выплатила эти огромные бонусы, вот эти статусы, я имею в виду, или там билдеры-бонусы, а этот человек взял, всем своим свистнул, все забрали деньги, и компания осталась в таком положении приятным. Да, то есть слава богу, что это произошло сейчас, а не когда будут платиться там 200 тысяч, 100 тысяч бонусов, эти одноразовые, да, и более того. Поэтому я надеюсь, что вы понимаете этот ответ, да, то есть ответ вполне, скажем так, я думаю, понятен. Еще вопросы, если какие-то есть, спрашивайте, пожалуйста. У нас остается очень мало времени. Так, вот вижу вопрос, Александр задает, только здесь не вопрос, а здесь целая переписка, да. Сейчас я не могу, к сожалению, это все читать, потому что время, да, то есть я отвечу на этот вопрос, Александр, после того, что я закончу встречу, да, то есть у нас много людей сейчас на встрече. Вот, Астрида пишет теперь, поняла, спасибо. Супер, супер, Астрида. Вот, ну что ж, я больше не вижу вопросов никаких на этом, дорогие друзья, я закругляюсь. И следующая наша встреча пройдет, вам будет известно об этом из чата, да, или от ваших пригласителей, да, то есть поэтому знайте, что здесь за вами есть спина, да, то есть вы не сами по себе, это не какой-то там интернет-бизнес, который кто-то случайно нашел, да, то есть эта тема проверена, да, то есть очень жестко проверена, да, то есть мои критерии, те, кто меня знают, знают, что критерии просто сумасшедшие, да, то есть мало каких компаний проходят эти критерии. Все, благодарю всех за внимание и желаю вам сверхуспешной и денежной недели. Всех благ! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!